Центр льготного лекарственного обеспечения начал работу в Архангельске. Он расположился по знакомому многим адресу на Воскресенской, в стенах аптеки номер 139. Основная задача – день в день предоставить пациенту лекарства по рецепту врача. Обслуживать в месяц намерены до 10 тысяч человек. По этому адресу в Архангельске аптека располагается еще с конца 90-х годов, но спустя десятилетия она не только обрела современный формат и расширила ассортимент, но и усилиями фармации и Минздрава стала Центром льготного лекарственного обеспечения. Около 3,5 тысяч человек обслуживается ежемесячно, но пропускную способность хотят увеличить до 10 тысяч. С работой Центра сегодня познакомился губернатор. А вы здесь как бы делали ремонт? Мы его, безусловно, модернизировали. То есть мы, скажем так, его сделали более современно, мы сделали открытую выкладку максимально, у нас в зале появился консультант. Улучшили и условия работы фармацевтов. Препараты систематизированы на стеллажах в зависимости от назначения, что позволяет избежать долгих поисков базе. И самое главное – обслуживание по рецепту в день обращения со срочной доставкой в течение часа, если вдруг препарата нет в аптеке. Александр Цибульский такой формат работы по обеспечению льготными лекарствами оценил и предложил не замыкать его в рамках лишь архангельской агломерации. Надо посмотреть, если это будет удобно для людей, мне кажется, такую практику надо распространять, наверное, на районную область. И где-то там у нас обычно поликлиника и больница расположены примерно рядом. И можно где-то недалеко от них делать такие пункты выдачи льготного лекарственного обеспечения. Но здесь вам надо только подумать, как обеспечить это складскими возможностями, для того, чтобы это лекарство тоже можно было быстро получать. С логистикой, как заверило руководство фармации, проблем не возникнет. Да и запас на центральном складе формируется на два и более месяцев. Что касается дальнейшего развития, то, безусловно, мы говорим об электронных рецептах, которые в настоящий момент уже в тестовом режиме работают. То есть сейчас пациенты с сахарным диабетом уже получают электронные рецепты. В первую очередь, опять-таки, обращаясь к тем, кто начнет сразу же говорить, как так пожилые люди, они могут что-то потерять или забыть. Пожилым людям мы продолжаем выдавать памятки, продолжаем распечатывать рецепты и будем это делать до тех пор, пока не выработаются, опять-таки, навыки у пожилых людей в их использовании в электронном виде. В ближайшее время Центр льготного лекарственного обеспечения должен появиться в Северодвинске. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Светлана Михеевская, Регион 29.